Добрый вечер! Здесь Сергей Минаев и программа «Честный понедельник». Совет по правам человека при президенте предложил на государственном уровне вынести окончательный приговор советской эпохи. За отрицание преступления этого периода хотят наказывать, а вместо коммунистических истуканов поставить памятник жертвам сталинизма. Этот проект сразу получил ярлык десталинизации, потому что ключевая фигура советского прошлого, как ни крути, Сталин. Для одних он по-прежнему отец народов, для других – преступник и злодей. Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии с депутатом Государственной Думы Андреем Исаевым, с одним из авторов программы десталинизации Сергеем Карагановым и писателем Александром Прохановым. Добрый вечер, господа! Для начала я хотел бы показать сюжет, который подготовил корреспондент нашей программы Алексей Гвоздев. Он побывал в одной московской школе и услышал размышления школьников о Сталине. Давайте посмотрим. Обычная школа в центре Москвы. Современные десятиклассники на необычном уроке пишут сочинения и обсуждают товарища Сталина, правителя и человека, без шпаргалок. Разгром Германии – это заслуга Сталина. У него была жизненная позиция сделать сырьмышной державой. При нынешнем раскладе об этом стоит лишь мечтать. Люди, допустим, от Беломорка анала рыли. Люди же воевали, а не Сталин. Не надо забывать, что это все равно все народ делал. Как Наполеон говорил, что лучше иметь льва, который руководит баранами, чем барана, который руководит львами. Потому что польза от льва в руководстве будет гораздо выше. И вот Сталин, на мой взгляд, это как раз тот лев, который и управлял народом, и постепенно баранов превращал во львов. С точки зрения человека он сделал много аморальных вещей, которые просто умонепостижимы для среднего человека. 16-летний Ираклий, его соседка по парте Оля и их друзья считают себя, если говорить языком 30-х, середняками. Только теперь они судят о достатке семьи не по коровам, а по гаджетам, которые могут купить родители. В свободное время сидят в социальных сетях, а на каникулах отдыхают за границей. Во времена Сталина вы не смогли бы поехать на отдых в ту же Турцию или куда бы то ни было еще. За которые взбивали наши курорты, которые сейчас почему-то все про них забыли. Во времена Сталина все ему верили, все были преданы своему вождю. Как будто вы каждый день задумывались о том, что вот было бы неплохо оказаться в 37-м году. Вы же не просто не сможете. Я думаю, что если в нашем обществе нашелся бы такой руководитель, как Сталин, оно стало бы гораздо здоровее. Та же самая коррупция, те же самые взятки, все идет от этого. А тогда это все настолько жестоко пресекалось и люди боялись. А когда человек боится, он многого не делает. На данный момент нам нужен такой человек, нам нужен такой человек, как Сталин. Меня это, конечно, очень настораживает. Учитель истории Елена Шпаковская убеждена, свои мысли старшеклассники берут не из учебников. Там о Сталине пишут непредвзято. Про индустриализацию и войну, чистки и гулаг. Там написано очень холодно, очень четко. Учитель коротко характеризует своих учеников. Подростки из благополучных, обеспеченных семей выросли уже в современной России. Тем удивительнее для нее, почему большинство идеализирует отца народов и готовы многое ему простить. Весь народ верил своему правительству, вождю. И это помогло создать Сталину единственное общество, гражданское общество, которое, к сожалению, сейчас не существует. Если взять Сталина и приварить к нему демократию, это получится довольно хорошее. 16 против 4 детей, 16 за Сталина. Александр Андреевич, дети живут с идеей великой красной сверхдержавы в голове до сих пор. Вам это нравится? Я думаю, что господа либералы серьезно занялись за дистанализацией примерно с 1985 года Горбачевского. Тогда в результате этой дистанализации они разрушили великую красную сталинскую державу, выкинув 30 миллионов русских за пределы сегодняшней России. Потом они дистанализировали Россию так, что мы лишились великой сталинской техносферы. Последние электростанции советские взрываются у нас на глазах. Они дистанализировали и уничтожили великую советскую науку, великую советскую индустрию, по существу и советскую культуру в том числе. Они довели... Они? Они либералы, которые занимаются сейчас дистанализацией. Они сейчас дистанализируют остатки русского населения, которое уменьшается со скоростью одного миллиона в год. Но парадокс в том, что чем меньше остается на земле русских в результате реформ дистанализации, тем больше среди них возникает сталинистов. Мне кажется, что последними сталинистами будут те, кто будут под вашими реформами кричать «Да здравствует товарищ Сталин!» Мы уходим в мир иной. Я думаю, что Сталин... Сталин это тот человек, куда русские прячутся от вас, либералов, реформаторов. Это последняя защита их от вас, от того гнусного, жестокого, беспринципного меньшинства, который установил свой ИГА над большинством окровавленного русского народа. Поэтому стилинизм скоро. Я полагаю, что ситуация в стране сейчас стыдная. Воруют беззастенчиво, забыли, что такое честь, совесть, человеческое достоинство, вера. И именно поэтому я и стал одним из инициаторов этой программы, которая называется, конечно, недосталинизация. Я считаю унизительным для себя заниматься досталинизацией, таким образом возвеличивая изувера человека, с именем которого связано уничтожение миллионов наших лучших соотечественников. Речь идет, конечно, о антибольшевизации, антисоветизации, антитодализации нашего сознания, во-первых. И, во-вторых, о возвращении к нам национального достоинства. А для этого мы не можем, не можем забыть о том, что мы, наши предки, убили минимум 10, а может быть, гораздо больше миллионов лучших людей. Убивали сначала дворян, священников, буржуазии наиболее конкурентоспособную часть общества. Потом перешли на крестьян, там было больше всех убито. Потом новую интеллигенцию. Убивали всегда самых лучших для того, чтобы утвердить свою власть. Уничтожили совершенно по этому поводу. Уничтожили традиционную культуру. В значительной степени веру. Разрушали церкви. И я, что вы? Как вам тезис школьника о том, что, наверное, может быть, это и хорошо взять Сталина и немного демократии. Это говорит ребенок из обеспеченной семьи. Это означает, что просто у ребят, слава богу, хаос в головах. И слава богу, что сейчас нет стерилизма. Для демократии Сталина не выиграл, он бы выиграл. Стерилизма сейчас нет, потому что, если бы они поговорили в сталинские времена, то все, и их родители сели бы, как известно. Мы знаем, сколько школьников арестовывали. За четверть. Андрей, а не каждый, Сергей, простите. Можно я? Александр Андреевич, Сталин пока не пришел, можно я тоже выскажусь? Вам будет предоставлено слово. Один вопрос, можно? То, что сказал Караганов, мне кажется, это очень важно. И то, что я услышал от детей. Может быть, вот этот Сталин в голове, это ответ, в общем-то, уже юношей и девушек, на то, что они видят вокруг. Это коррупция, это социальное неравенство, это такая обстановка в стране, когда они говорят, да, ребят. Это бесспорно так. Это бесспорно так. И поэтому сейчас, когда эти молодые люди говорят о том, что хорош был бы Сталин, они оперируют не к реальному Сталину, а к некому образу. Образу сильного государства, образу государственника, который защищает свою страну, который жестоко карает эволюционеров. Такой образ существовал в нашей стране постоянно. Напомню, таким образом был Иван Грозный. Таким образом был Петр Первый. Для сегодняшних детей таким образом является Сталин. Но он реально далек от реального Сталина. Вот здесь было сказано, хорошо бы Сталин и демократия. Но дело в том, что партия, которой принадлежал Сталин, проиграла демократические выборы в учредительное собрание, уже держа власть в своих руках, в 1917 году и пошла другим путем. Поэтому, конечно же, бессмысленно отрицать преступление, которое совершил не Сталин, большевистский режим. Сталин продолжал линию, которую начал Ленин в данном случае. И, конечно же, он отвечает и за то, что был уничтожен цвет крестьянства, и за то, что был уничтожен цвет интеллигенции, и за то, что был установлен режим, когда секретарь общественной организации подписывал расстрельные списки в нашей стране. Это правда. Но точно так же мы должны понять, и в этом отношении меня настораживает кое-что в инициативах наших десталинизаторов, что сейчас пытаются поставить знак равенства между сталинизмом и фашизмом. Это недопустимо. В конце концов... Андрей, то есть, все-таки старец не много демократии. В конце концов, наши акции и деды уничтожили фашизм. Именно они. И как бы я лично неприязненно не относился к фигуре Сталина, я не могу отрицать того, что главнокомандующим армии, разгромивший фашизм, был Сталин. И если можно, я считаю, возбудительно для русского человека приравнивать... для русского... приравнивать... сравнивать даже Сталина с Гитлером. А для азербайджан? Объясняю, почему. Потому что, с одной стороны, конечно, мы, Гитлер, напал на нашу страну, и мы наследники победителей. Поэтому это оскорбительно. И, конечно, в программе об этом прямо говорится. А уже как русский человек, как гражданин нашей страны, я считаю оскорбительным сравнивать Гитлера с Сталина по другой причине. Гитлер убил в десятки раз меньше немцев, чем Сталина, россиян и советских. Это было... для Германии... Гараган, вы говорите, что Гитлер убил мало немцев. Значит, вы считаете, что евреи, которые жили в Германии, они не граждане Германии. Вот я повторяю, если бы не Голокоса и не агрессия... Если бы не Голокос и не агрессия... И потом вы лицемер, Гитлер, вы лицемер. Вам не жалко людей убитых там в Сталина. Вы ни одного слова не провести в замену сегодняшних русских людей. Вы подливаете масло в огонь, чтобы стравить сегодняшних русских. Вы подливаете? Как тот пастер, который жжёг Гараган и поднял весь Восток. Вы обидели голодцу, Гитлер Караганович. На мой взгляд, дети, которые высказывали здесь, не по годам мудры. И когда мальчик сказал, казалось бы, парадоксальную фразу, хорошо бы соединить Сталина с демократией, мы понимаем, что он на самом деле сказал. Он сказал, что должна быть демократия и должна быть сильная, честная власть. К сожалению, в России мы не имеем опыта пока, до сих пор. Вы считаете, нашу власть не сильной? Опыт сейчас, начиная с 2000 года, Путин как раз пытается создать соединение демократии и сильной власти. Но этому предшествовал период, когда была сильная власть и не было демократии, и период 90-х годов, когда слово демократия стало ругательным. Из-за той политики, которую проводили. Я хочу дать слово Ирине Щербаковой, историку, руководитель образовательных программ «Общество Мемориал». Ирина, как вам кажется, то, что сейчас, вот, несколько минут назад говорили дети, откуда это у них? Это идет, конечно, от того, кстати, 10 лет назад, и это я за это отвечаю, за этот базар, потому что я занимаюсь школьниками очень давно. 10 лет назад, кстати говоря, и даже, вот я бы сказала, 11 лет, в 99-м году они говорили другие вещи. Это выросло новое поколение. Прав Проханов, чем больше мы занимаемся десталинизацией и дезавитизацией, тем больше обратный эффект. Нет, я очень извиняюсь, мы эти 10 лет никакой десталинизацией не занимались, совсем даже наоборот. Мы им сеяли в головах абсолютную муть, потому что, с одной стороны, говорили, и, кстати, я с вами тут совершенно не согласна, как это, что значит скрестить сильного и честного лидера, значит, с демократией? Это что же, Сталин у нас, между прочим, честный лидер? Я так не говорил. Мы что сточнём с вами? Я так не говорил. Хорошо, ладно. Я сказал другое. Давайте я так вопросу вам. По крайней мере, об обшорных счетах Сталина мало что. Давайте, давайте скажем про школьников. А у мемориала не есть. Давайте скажем, да. Давайте есть. Давайте скажем про школьников. Вы что, не видите, что происходит с нашей молодёжью? Вы что, не видите, что? Вы что, Манежную забыли, что ли, которая только что произошла? Вы думаете, это на каком? Вы думаете, если их спросить на Манежной, подойти и спросить, вот они с этими зигами шли, думаете, если им задать этот вопрос про Сталина, что они вам там ответят? Сильный? Да, конечно. Вот они идут с этими зигами, с одной стороны, а с другой стороны они, так сказать, видят образ вождя из Сталина сильного. Потому что, потому что не видят, вот и тут, вот тут вина наша, общая нашего, не видят возможности создания действительно настоящего свободного общества. Сталин, ведь это выбор для них. И значит, это выбор не свободы. И это очень страшно. Я понял. Вы упомянули важную тему, Манежку. И когда мы делали здесь две программы, посвященные событиям на Манежной площади, мы говорили в том числе о русских националистах. Я хотел послушать Егора Холмогорова. Егор. Вы слышали, что прозвучало? Вы слышали детей? Ну, я соглашусь с госпожой Щербаковой в том, что, конечно, лоботомия наших школьников за последние 10 лет значительно снизилась. Их перестали превращать в розовых гомосексуальных болванчиков, какими их пытались сделать все 90-е годы. И, конечно, в этом смысле сейчас у них здравомыслия гораздо больше, чем 10 лет назад. Но, помимо этого, вот почему человек, почему любой сознательный русский человек делает тот выбор, который, скажем, сделает Александр Андреевич Проханов? Вот мы от господина Караганова сегодня услышали фактически, что русские нация уродов, русские нация убийц, которые уничтожали лучшую часть самого себя. Хорошо, я услышал Караганова именно так. А теперь вот у меня книга «Застольные речи Сталина». Вы себя поймали. И вот сравните риторику Караганова и риторику Сталина в узком кругу большевиков, не на широком митинге, не на площади. Русские – это основная национальность мира. Русская нация – это талантливейшая нация в мире. Если русские вооружены танками, авиацией, морским флотом, они непобедимы. Вот выбирая между риторикой Караганова и риторикой Сталина, чью риторику выберете вы? Сталина! Андрей, у меня вопрос. Ты преподавал историю школьникам старших классов. Да. Когда ты работал преподавателем, что дети говорили о Сталине и что ты говорил им о Сталине? Тогда дети, разумеется, это были дети перестройки. Да. Для них многое открылось, они были потрясены тем реальным преступлением, которое совершил сталинский режим, и поэтому они были настроены на антисталинский режим. Но эти дети тоже знают о тех реальных преступлениях? Эти дети пережили еще эпоху либеральной демократии 90-х годов. Тогда, в период перестройки, действительно казалось, что только стоит убрать шоры, открыть возможности для свободного общества, и все устроится само собой. Эти дети уже понимают, что государство не должно бросать своих граждан, что оно должно о них заботиться. И в этом отношении у них более критическое восприятие. Но я хотел бы сказать, все-таки я хочу поддержать Караганова, потому что его здесь пытаются подвергнуть астракизм. Представитель Ига. Давайте таким образом скажем, когда, конечно же, в конце своей жизни, после Великой Отечественной войны, когда Сталин благодаря усилиям русского народа и других народов нашей страны эту войну выиграл, он занял ту позицию, которую вы цитируете. Но к власти он пришел в составе международной группировки, задачей которой было превратить Россию в дрова, в поленья, в костре мировой революции. Об этом не надо забывать. Господин Исаев, это выступление 2 мая 1933 года. Господин Парафанов, с вашим услугом. Можно? Честь имени. Да, Сев. Вы знаете, у нас довольно простой спор. Вот Александр Ильич хочет быть наследником той части нашего народа, советского народа, русского народа, которая вешала, расстреливала, рушила церкви, которая, калькивизаторов, лагерных охранников, палачей. А я не хочу, а я не хочу, чтобы мой народ был наследником этой части нашего народа, который мой народ. И я не открещусь от этой народа. Я хочу, чтобы мой народ был частью нашего народа, сразу после короткой рекламы, Сергей Сергеевич. У нас нет зрителей. В прямом эфире «Честный предельник» Сергей Минаев, и мы говорим о десталинизации. Господин Караганов, а почему именно сейчас готовится этот проект? Почему мы выступили одним из его авторов? Сегодня нет более каких-то важных тем? Всегда у нас есть гораздо более важные темы. Но проблема в том, что 20 лет тому назад казалось, что пройдем мы через трудности, и все будет нормально. Мы будем жить по-человечески. А сейчас действительно, вводим общественные морали чудовищное, воровство. И мне, например, стало очевидно, что если мы не двинем эту программу восстановления нормального гражданина в нашей стране, восстановления морали, нравственности, а без программы, которой мы предлагаем это сделать, фактически невозможно, то мы и так и будем гнить. И, может быть, развалимся. Поэтому сейчас она и пущена. Я не рассчитываю на то, что в этом году будут возведены сотни памятников. Но рассчитываю на то, что через несколько лет они будут возведены, что мы будем менять учебники, что откроют архивы. И надеюсь на то, что это произойдет. Потому что мы уже 20 лет пробродили по пустыне, по которой водил Моисей народ. И, по-моему, если 20 лет мы следующее не используем, мы заблудимся и не выйдем из пустыни. А как, по-вашему, те три основных принципа, предложенные вами программой? Первый – это детальтернизация общества. Второе – это уважение павших. Третье – главная программа для этого открытия архивов. И вот, когда мы откроем архивы, мы узнаем, например, массу вещей, которые, наверное, широкий круг общественности не знает. Предположим, что если мы примем этот проект, мы должны будем устроить что-то вроде Нюрнберга, правильно? Чтобы осудить на законодательном уровне историю советской страны и историю Сталина. У меня вот такой вопрос. Ведь помимо того, что был Сталин, были такие интересные вещи, когда мы говорим о гражданском обществе. Строится Беломорканал. 120 писателей. Среди них Алексей Толстой, Ильфа Петров, Зощенко. Они посещают Беломорканал. Горький? Горький. Совершенно верно. Потом некоторые из них пишут книгу, чудесную о Беломорканале. То есть мы сейчас, как общество, говорим, что он был тиран и злодей. А вот наша интеллектуальная элита, интеллигенция, она готова написать такое коллективное письмо и сказать, вы знаете, среди нас были ублюдки и предатели. Вы знаете, я готов подписать такое письмо, даже что среди нас есть ублюдки и предатели. Ну а Сашу, я таким не считаю. А сотрудничество с карлопийцем и тираном кем надо было? То, что делал Горький и эти писатели, когда они знали, что они делали подлость, это прекрасно известно из многих их мемуаров, из воспоминаний других. Но они выживали. А как вы думаете, они делали это по зову сердца или по предоплате? Я полагаю, что из страха и по предоплате. По зову сердца ни Горький, ни Алексей Толстой, ха-ха, который барин, граф, да? Там практически, если я помню, я не помню весь список. Я не помню, что там было... Я просто хочу о чем сказать, Андрей. Ведь когда мы говорим о той эпохе, был альянс интеллигенции и власти. Именно Сталин придумал все эти дачи, госпремии. Помните знаменитый анекдот, когда звонили Алексею Толстому, и его водитель поднял трубку и сказал, барина нет, они поехали в ЧК. Да, совершенно верно. И могу сказать, что из великих русских литераторов больше всего для десталинизации этот период сделал Александр Трифонович Твардовский. И именно он написал слова. Не мы ли все в колонном зале, и рта раскрыть ему не дав, уже вставая восклицали? Ура, он снова будет прав. Это написал Твардовский. Поэтому я считаю, что ответственность за то, что произошло, несет все мы. Ее не несут те, кто погиб в сталинских лагерях или в застенках. Все мы остальные несем ответственность. Это правда. И поэтому... Это так. Не надо возлагать ответственность. И поэтому устраивать судилище, устраивать судилище над самим собой не надо. Я хочу сказать одно. Крайне важно для того, чтобы мы трезво глядели на свою историю, признавали свои кровавые ошибки, допущенные, преступления, которые допускали те или иные тираны. Но при этом очень важно не превращать все это в маккартизм. Когда государство пытается использовать борьбу с тоталитаризмом как очередной тоталитарный механизм. Вот этого делать не надо. Я хотел бы дать слово Сергею Маркову, заместителю-председателя комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Как по-вашему, Сергей, такой проект, общественная дискуссия по этому проекту, к чему она приведет? Какие цели преследуют? Мы должны покаяться будем все в очередной раз? Я думаю, что цель, конечно, политические. Те люди, которые говорят, давайте устроим десталинизацию, они имеют в виду долой Путина и вот этой главной политической знания. Мне докажется, во всяком случае. Это по конкретным политическим целям. Что касается самой этой программы, мне кажется, население относится к нему с достаточной долей раздражения, поскольку надоело то, что черной краской машут все время нашу историю. Говорят, давайте заниматься реальными делами. которые есть сейчас. При этом люди мудрые, они знают, что это были огромные преступления. Ну, я, например, хорошо знаком лично, у меня дед Дмитрий Груздев погиб в сталинском лагере ни за что. Практически за то, что был хороший сапожник и продавал эти сапоги, которые сделал собственными руками. Это не понравилось какому-то чиновнику. Мне бабушка рассказывала в свое время, как они относились. Люди тогда еще, без всякого ликования. Вот она говорит, что когда у нее сына взяли на войну, да, то, знаете, на фронте их кормили хорошо, а когда тренировали, не кормили практически ничего. И она там за несколько десятков километров повезла ему просто еды поесть, чтобы было. В этом тренировочном лагере. И это была зима, было запрещено гражданских подвозить. Она вот карабкалась по скользким такому обрыву, да, а там рядышком памятники огромен Сталин и Лейность, кто знает город Дубна. И она, говорит, она вот очередной раз соскользнулась, говорит, села и заплакала. Что же вы, говорит, ироды делаете над нами? Что же вы не издеваетесь над нами? Поэтому народ и тогда прекрасно знал об этом жестокости этих режимов. Но в то же время, зная это, наше общество прошло уже десталинизацию. Начал Хрущев, потом Горобачев уже завершил практически, не говоря уже о Ельцине. Мы прошли это. Не надо нам подкидывать ложные цели. Нам что сейчас мешает? Беспонд Чубайс, можно? Извините, можно? Договорю, пожалуйста. Нам что мешает? Сильные государства. Нам мешает слабое государство. Студень и кисель вместо государства. Понимаете? Нам что, Сергей Александрович, мы с вами оба занимаемся проблемами граждан Скопша. Что граждан Скопшу? Мешает диктат государства, что ли? Ничего подобного. Его мешает гипериндивидуализм. У нас тоталитаризм денег на самом деле. Я считаю, что народ наш недостойный пока свободы. Вот этим надо бороться. Он сейчас недостойный свободы. То есть мы недостойные свободы. И доказали это. Потому что мы не изжили в себе и страх, и отсутствие совести и чести, которые нас вышибали. Мы получили свободу сверху в 90-е годы. Господин Чубайс, мы продажно снижили свою. И чуть не развалили страну. Сергей, я хочу два слова сказать господину Маркову. Дело в том, что у нас действительно была и сталинизация, и десталинизация. Здесь важно вот что. С каждым новым руководителем государства образ Сталина менялся. При Хрущеве один Сталин, при Сталине другой, при Ельце не третий. Нужно создать народное движение, гражданское движение, которое разберется. Нужно организовать свободную гражданскую дискуссию, как это было в Германии после Второй мировой войны. Виноват не народ. Народ выдержал все это. Виновата система. Вот с этой системой надо бы квитаться. А то, что мы вынесли всю эту ложь, цензуру, насилие, ГУЛАГ, это не наша вина. Это наша сила и мощь. Если бы американцев 40 лет гоняли по ГУЛАГу, где бы они были? Вот что я хочу сказать. Да надоели уже со своим Сталином. Я хочу привести хотя бы пару цифр. Вот мы же не знаем правду. Мы же не знаем, сколько погибло на войне, хотя там тоже неверные цифры. А сколько погибло от сталинской системы? Дайте эти цифры. И дискуссия прекратится. Я хочу назвать только две цифры. До 1917 года была Российская империя. Финляндия после большевиков отделилась. Население Финляндии за 100 лет увеличилось в два раза. Менделеев говорил, что население России к 2000 году составит 590 миллионов. Мы быстрее. Мы должны были в три раза увеличиться. Сегодня население России на 40 миллионов меньше, чем в 2017 году. О чем вы говорите? Остановитесь. Прекратите вымирание. Надо разобраться с той лживой дорогой, по которой мы идем в 90 лет. То, что надо сделать. Товарищ Анпилов. Я хочу сказать следующее. Господам и товарищам. Действительно здесь прозвучало, что десталинизацию начал Хрущев на 20 съезде в 56 году. Начало белое движение. Уже оклеветав Сталина, оклеветав всю систему. К чему он пришел? Вспомним. Это провал экономики. Вместо пятилеток семилетки пошли, потому что не справлялись. Наконец, повышение, двойное повышение цен на молоко, мясо. И в конце концов, расстрел рабочих в Новочеркасске. Господа либералы, демократы и прочие поклонники капитализма в нашей стране. Начните разоблачать Хрущева, который нанес огромный вред нашей стране. А теперь я вам скажу, чем объясняется вот эта попытка опять возобновить. То Ленина выносить давай из мавзолея, то еще кого-то. Дело в том, что нынешняя власть заканчивает как раз тем, чем закончил Хрущев. Смотрите, дороговизна, рост цен невероятный. ЖКХ говорить уже противно об этом. Дерут шкуру с народа, как только могут. А ЖКХ говорит противно с 91-го года приблизительно. А во-вторых, население России сегодня, по официальным данным, никто не привирает. Можно оспаривать, что там не учтены, скажем, данные переписи. Два миллиона человек за 10 лет. И вот почему ребята в школе, почему они за Сталина. Андрей, можно практический вопрос? Вы знаете, дайте договорить, уважаемые писаем. Когда мы начинаем обсуждать десталинизацию. Когда мы говорим о моральной и этической стороне вопроса. Я сейчас вам верну слово, одну секунду, дайте мне закончить. Меня интересует практический момент. Если мы договоримся общественно и примем этот закон. На кто-нибудь считал, например, снос памятников, смену вывесок и так далее. Штат людей, которые будут сидеть в архивах и разбираться с нашей историей. Я к чему это говорю? Это никто не считал. Правильно. Потому что, господин Караганов, я понимаю, что мы все состоятельные, наверное, люди. Но я за это платить не хочу, например. Сергей, а я вам скажу, что... Скажите, а я вам скажу... Здесь звучало две разных... Это читает свой вопрос. Это ничего или практически ничего не стоит. Это неправда. Первое, сейчас, для того, чтобы... Сейчас у нас есть закон о рассекречивании архивов, который не работает. Знаете, почему? Потому что сидит огромный аппарат, и каждый пункт по рассекречиванию нужно провести через этот аппарат. Аппарат убирается, огромная экономия, и все архивы, архивисты, молят, дайте нам право самим рассекречивать архивы. Дальше, второе, памятники от Игоря Шубайцева. Конечно, сейчас, конечно, сейчас нужна инициатива от государства. У нас сейчас ситуация... Можно я скажу? Но памятники нужно создавать на народные деньги. Вот не обратите внимание на фразу Игоря Шубайцева. О том, что надо создать общественное движение. Ну так это по десталинизации, по дебольшевизации. Так это совсем другое дело. Одно дело, когда создается общественное движение, ведется разъяснительная работа, опубликуются документы, на общественные средства создаются памятники. Именно так и создавался мемориал, и вы это помните, в 87-м году. А другое дело, когда предлагают превратить это в государственную кампанию. Это будет совершенно иное отношение. Мы добьемся прямо обратно. Вот у меня какой-то вопрос. Мы этого не предлагаем. Мы этого не предлагаем. Мы предлагаем, чтобы в государстве... Я вижу, что было... В зале гражданская война происходит. Да, в чистом виде. У меня вопрос, такие проекты, они ведут к большему расходу. Чтобы травить две половины народа. Это провокаторы от родителей колокса. Они хотят разведать... Мой вопрос как раз в этом и был, вы меня опередили. Мне кажется, что подобные инициативы, они ведут к еще большему общественному расколу. Когда мы говорим о консолидации, когда мы говорим о том, что нам надо упасть друг другу в объект. И более того, Сергей, они хотят поставить памятники везде. Вы хотите поставить памятники Троцкому, Зиновьему и Бухарину, расстрелянному Сталину? Нет. Вы хотите поставить памятники Бюнкину? Вы хотите поставить памятники тем пассионарным евреям, которые ворвались в русскую революцию и расстрелили казаков и священцев. Кому вы хотите поставить памятники? Вы напишите. Прекрасный памятник был два или три месяца назад поставлен в Барнауле. На народные деньги. Там написано кому? Да. Господа, прекратите вы говорить про народные деньги. Я лично за это не хочу платить. Я полный народ. Я гражданин России. Вот. Это первое. Второе. Мучил народ тоже. Господин Дюков, я вас вижу. Второе. Я хотел бы дать слово господину Дюкову, историку-публицисту. Уважаемые коллеги, у меня, собственно, наверное, никто так внимательно этот проект не читал, как я. Поскольку наш фонд, фонд историческая память, сейчас будет издавать специальный экспертный доклад, экспертный отчет о том, что там содержится. Но у меня сразу возникает два момента, которые действительно принципиально важны. Во-первых, господин Караганов и в проекте, и здесь у нас, говорит про гражданскую войну, которая якобы продолжалась с 1917 года. Хотя все историки знают, что она закончилась в 1922 году и закончилась победой одной из сторон. И что якобы эта война продолжалась в том числе в 1941-1945 годах. Это ведет к реабилитации власовцев, к реабилитации нацистских преступников. Тех, кого, кто пытался тогда себя подать в качестве вольцов за гражданскую войну. У меня еще такой вопрос. Я понял, что вы хотите сказать. Я понимаю ваш вопрос. У меня следующий вопрос. И второй мой вопрос. Одну секунду, одну секунду. Я хочу вас поддержать. А после того, как мы примем это предложение, не значит ли это, что проведется в мировом сообществе автоматический знак равенства между Сталином и Гитлером? Сталинским режимом и гитлеровским? Меня интересует другой, более практический вопрос. А этот вопрос нам такой практикой отойдет. Я вас уволяю. Наверняка знает, сколько претензий за якобы советские преступления имеет к нам, допустим, Литва. Это примерно 10% доходов российского бюджета за 2011 год. И мы знаем. Вы что, забираете деньги, что ли, им отдавать? Они уже готовятся, они уже одобряют вас проект. Господи Дюков, вы нагло обманываете честную публику. Я даже читал ваши материалы. Нагло обманываете честную публику. Ну, хотите, обманывайте. По-моему, это вы обманываете честную публику. Это первое. Второе. В этой программе заложена идея уважения к самим себе. Восстановление его. Нельзя уважать себя, не прохранив десятки миллионов, десять миллионов людей. Не поставив им память. Говоря об уважении человеку к человеку. Я хочу вам сказать слово Евгению Моргимову. Мы председательным народом. Товарищи, вы меня не перекричите. У меня очень хороший вокал. У меня тоже очень хороший вокал. Все. Но, Евгений, вас достали из... Товарищ, дайте мы в базах превращаться сейчас не будем. Подождите. Евгений, вот какой у меня вопрос как представителю культурной общественности. Вы считаете, такая дискуссия нужна? Такой проект нужен? Такой закон, наконец, нужен? Я никогда еще ни у Шекспира, ни в исторической монографии не чувствовал такой трагедии, как я ощущаю сейчас, сидя в этой студии. Это величайшая трагедия. Потому что пока мы не расставим все точки над «и», пока мы не поймем, что убийца и режим, убивший 50 миллионов людей, это очень плохо, мы не двинемся вперед ни на шаг. Я хочу сказать, что дело абсолютно даже не в Сталине одном. Потому что что такое? Что такое Сталин? Я вам скажу, как первое образование историк. 162 сантиметра рост при 44 размере обуви, сухая левая рука и так далее, и так далее. Еще поставлен диагноз шизофрении, поставленный, кстати, диагноз. Вот он, диагноз. И следующее. Кто это все делал? Это болезнь в народе, который, вот я сейчас видел многие лица, которые, они ждут, когда им дадут куда нести донос, чтобы убили, кто лучше одет, кто не так выглядит и так далее, и так далее. Это все есть. Это очень некрасивая патология. Потому что... Какая страшная патология. Вот она, патология. Вот, что вы говорили. Стоп, самое важное. Вы говорите про взятки сейчас. То, что сейчас развал в экономике, это проблема, что мы в 20 веке, на весь 20 век из-за большевистского режима отстали. От этого развал в экономике, и от этого сейчас взяточники, и от этого вы так плохо живете. А вы не хотите, вы не хотите жить по-другому. Потому что вам удобнее так. И вы хотите... И многие в стране хотят продолжать вести доносы в этом трагедии. Вы лжете, можно скажу. Завтра будет день космонавтики. Гагарин же делал. Это сын Сталина. Для вас сын Сталина, как он, рабом, расстрельщиком. Вы врете, у него другие родители, мой дорогой. Вы врете, как обычно. И чтобы со мной спорить, в следующий раз вам надо постричься. Вы знаете, пострелите себе лобок. Товарищи, давайте мы сейчас... Давайте мы сейчас все-таки вернемся к более приличным формам. Мне кажется, из того, что я здесь слышу, что каждый нарисовал себе некий фантомный образ Сталина. Я хочу опять к практике вернуться. Я сейчас вам всем дам микрофон, господин Холмогоров и господин Анпилов. Погодите, одну секунду. Андрей, прозвучало в законе важное, что чиновники, которые публично будут поддерживать советский тоталитарный режим, должны быть отстранены. Правильно я цитирую? Ну, приблизительно так, но на самом деле... Сталинизм, конечно. Сталинизм. Вернее, тоталитаризм. Тоталитаризм. Коммунизм. Тоталитаризм. Андрей, в здравом уме хоть кто-то из наших политиков и общественных деятелей поддержит тоталитарный режим? Никто из серьезных политиков не поддержит политику массовых расстрелов и репрессий. Но я хотел бы сказать другого. Андрей, подождите, мне надо говорить другой. У меня просто конкретный совершенно вопрос. А если политический деятель, он имеет право так сказать, вы знаете, я к советскому прошлому отношусь и хорошо, и плохо. То есть здесь я его поддерживаю, а здесь нет. С ним что делать? Госслужащий. Только гослужащий. Сказать только одно. Госслужащий так говорит. Что он молодец. Потому что в советском прошлом есть и хорошее, и плохое. Это правда. Я хотел бы напомнить, что маккартизм в Америке начинался примерно с этого. С того, что борцы за свободу в Соединенных Штатах Америки решили бросить, уничтожить коммунистическую партию, которая угрожала американской свободе. Наверное, угрожала. Во что это вылилось? Это вылилось в преследование и доведение до самоубийств представителей творческой интеллигенции. Которые вынуждены были доказывать, что они не коммунисты и что они совсем не то имели в виду. Не надо бороться со Сталином. Андрей, послушайте меня, мы на такую интересную тему сейчас выходим. Господа, подождите одну секунду. Подождите одну секунду. А правильно я вас услышал, если сейчас мы расскажем о нашем советском прошлом, покаемся, то есть мы и КПРФ тогда что ли запретим, и другие коммунистические организации. Товарищ Маленкович, коммунисты России, то есть вас после принятия закона, как наследника советской эпохи, вашу общественную организацию запретят? Я так понимаю. Я уже банально готов, потому что Караганов угрожает много лет нам тюрьмой. Караганов, подвините микрофон, пожалуйста, я вижу, что вы здесь нетерпение. Ну пока вы здесь, а представители не будут сидеть. Я хотел бы заметить только одно, что вот сегодня представители нашей антисталинистской, яро-антисталинистской партии, я бы сказал, уже много раз доказали, как они относятся, с каким уважением они относятся к русскому народу. Его обозвали народом палачей, убийц, предателей, доносчиков и так далее. Это нет, сударь мой, я назвал вас, если вы хотите поддерживать этот режим, наследником палачей, доносчиков и предателей. Меня, внука двух ветеранов. Которые считают тех людей, которые хотят отмежеваться. Я хочу с Ириной Лазаревым поговорить. Ирина, у меня вот такой вопрос. Вы видите, мы здесь не можем договориться. Вот мы сейчас ввели эту общественную дискуссию, у нас 100 человек, четко пополам приблизительно. Вообще по поводу советского прошлого можно какое-то однозначное решение принимать? Да, и есть вещи, о которых мы можем договориться, если мы вообще не превращаемся бог знает в кого. Потому что вот сейчас господин Марков рассказал нам душераздирающую историю. И она совершенно правдивая. И, между прочим, может быть здесь сидящие люди не знают истории своих семей. Хотя последнее время, хотя последнее время... Ирин, Ирин, я понимаю, что вы хотите сказать, вы мне объясните. Неужели это сегодня так важно? Да, я хочу сказать, что вот этот крик в этом зале... Хотя вы не готовы тратить, как вы сказали, свои деньги. Нет, не готов. Да, хорошо. Да, хоть обойдемся. Я не готов, потому что создается госкомиссия, госкорпорация, которая будет сидеть и пилить деньги, выделенные на переименование. Я все это хорошо знаю. Не передергивайте. Не передергивайте. Я не передергиваю, потому что я, в отличие от вас, занимаюсь реальной медией и реальным бизнесом. Я знаю, о чем я говорю. Нет, потому что хватает денег на то, чтобы ставить бог знает что. Какие угодно памятники. Вешать доски Романову, между прочим. А это не сейчас наша великая история. Так вот, я хочу сказать, что почему мы до сих пор вообще не можем договориться о том, и будет, и достанут деньги. Не все, кто сидят, сто человек в этом зале, не все в этой стране, слава богу, так думают. И я уверена в этом, что не все. Поставят, тихо, не перебивайте меня. Значит, поставят доски, поставят своим родственникам. И я думаю, что господин Марков не откажется поставить доску. Кому и какие я поставил. Сразу после короткой рекламы. Мы уходим. В прямом эфире «Честный понедельник» с Сергеем Минаевым. Главный вопрос сегодняшней программы. Сергей Александрович, лично вы каких результатов в скором времени ждете от ваших предложений? Это единственный путь к гражданскому примирению или путь к расколу? Я надеюсь, что потихоньку, медленно мы станем настоящими подретами своей страны. Восстановим понятие честь, достоинство и любовь к Родине. Александр Андреевич, так называемый план дисталинизации, к чему это приведет? Видите ли, мир в целом запутался. Он находится в состоянии коллапса. Мир в целом. И разрешение этого коллапса возможно двумя путями. Либо даже торжество неофашизма, либерал-фашизма. Мы видим, как фашисты сейчас бомбят Африку. Или неосоциализм. Или неосталинизм. Поэтому реальная схватка между Гитлером и Сталин еще впереди. И новый Сталин. Он еще очень молод. Я знаю, что он сейчас пошел как раз в духовную семинарию Троица-Сердинского посада. Он скоро ее окончит и вернется к нам. То есть вы его лично знаете? Да? Да. Андрей, пожалуйста. Я хотел бы сказать, что моя семья пострадала от репрессий. Я не понаслышке знаю, что это такое. Но я категорически против насильственной, подчеркиваю, дисталинизации. Я считаю, что люди сами должны сделать выбор. Задача нас просвещать, объяснять, показывать документы. Если жители поселка решат, что им не нужен памятник Ленина и проголосуют за это, это их право и они должны его демонтировать. Если мы демонтируем его насильственно и против их воли, мы добьемся обратного результата. И призраки, восставшие призраки, потащат нас в прошлое. Согласен. Можно еще одно? Да, пожалуйста. А вы знаете, с чего началась программа, которую вы называете дисталинизацией? Чего? А с того, что я о ней думал всю жизнь. Но когда Владимир Владимирович Путин встал на колени перед Катынским крестом, а там похоронено то ли 18, то ли 20 тысяч поляков, я сказал себе, пора. Потому что у нас лежат миллионы без этих крестов. И мы все должны встать на колени перед этими людьми и начать уважать себя как народ. Ответом на это была катастрофа от самолета с польским президентом. Ответ на это когда не пригодится. Не надо. Прямой и честный разговор о наболевшем, наверное, не может повредить обществу. Если, конечно, при этом не навешивать ярлыки и стремиться к истине и компромиссу. Даже если речь идет о такой тяжелой теме, как наша общая новейшая история. С вами был Сергей Минаев. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер. Здесь Сергей Минаев и программа «Честный понедельник». Совет по правам человека при президенте предложил на государственном уровне вынести окончательный приговор советской эпохи. За отрицание преступления этого периода хотят наказывать. А вместо коммунистических истуканов поставить памятник жертвам сцелинизма. Этот проект сразу получил ярлык десталинизации. Потому что ключевая фигура советского прошлого, как ни крути, Сталин. Для одних он по-прежнему отец народов, для других преступник и злодей. Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. С депутатом Государственной Думы Андреем Исаевым. С одним из авторов программы десталинизации Сергеем Карагановым. И писателем Александром Парахановым. Добрый вечер, господа. Для начала я хотел бы показать сюжет, который подготовил корреспондент нашей программы Алексей Гвоздев. Он побывал в одной московской школе и услышал размышления школьников о Сталине. Давайте посмотрим. Обычная школа в центре Москвы. Современные десятиклассники на необычном уроке пишут сочинения и обсуждают товарища Сталина, правителя и человека, без шпаргалок. Разгром Германии – это заслуга Сталина. У него была жизненная позиция сделать сырьмышной державой. А при нынешнем раскладе об этом стоит лишь мечтать. Люди, допустим, там от Беломорка аналары, люди же воевали. В мир иной. Я думаю, что Сталин, Сталин – это тот человек, куда русские прячутся от вас, либералов, реформаторов. Это последняя защита их от вас, от того гнусного, жестокого, беспринципного меньшинства, который установил свой ИГА над большинством окровавленного русского народа. Поэтому стилинизм скоро. Представители ИГА. Я полагаю, что ситуация в стране сейчас стыдная. Воруют беззастенчиво, забыли, что такое честь, совесть, человеческое достоинство, вера. И именно поэтому я и стал одним из инициаторов этой программы, которая называется, конечно, недосталинизация. Я считаю унизительным для себя заниматься достоиннизацией, таким образом возвеличивая изувера человека, с именем которого связано уничтожение миллионов наших лучших соотечественников. Речь идет, конечно, о антибольшевизации, антисоветизации, антитодорнизации нашего сознания, во-первых. И, во-вторых, о возвращении к нам национального достоинства. А для этого мы не можем, не можем забыть о том, что мы, наши предки, убили минимум 10, а может быть, гораздо больше миллионов лучших людей. Убивали сначала дворян, священников, буржуазии наиболее конкурентоспособную часть общества. Потом перешли на крестьян, там было больше всех убито. Потом новую интеллигенцию. Убивали всегда самых лучших для того, чтобы утвердить свою власть. Они стали. Не надо забывать, что это все равно все народ делал. Как Наполеон говорил, что лучше иметь льва, который руководит баранами, чем барана, который руководит львами. Потому что польза от льва в руководстве будет гораздо выше. И вот Сталин, на мой взгляд, это как раз тот лев, который и управлял народом, и постепенно баранов превращал во львов. С точки зрения человека он сделал много аморальных вещей, которые просто умонепостижимы для среднего человека. 16-летний Ираклий, его соседка по парте Оля и их друзья считают себя, если говорить языком 30-х, середняками. Только теперь они судят о достатке семьи не по коровам, а по гаджетам, которые могут купить родители. В свободное время сидят в социальных сетях, а на каникулах отдыхают за границей. Во времена Сталина вы не смогли бы поехать на отдых в ту же Турцию или куда бы то ни было еще. За которые взбивали наши курорты, которые сейчас почему-то все про них забыли. Во времена Сталина все ему верили, все были преданы своему вождю. Как будто вы каждый день задумывались о том, что вот было бы неплохо оказаться в 37-м году. Вы же не просто не сможете. Я думаю, что если в нашем обществе нашелся бы такой руководитель, как Сталин, оно стало бы гораздо здоровее. Та же самая коррупция, те же самые взятки, все идет от этого. А тогда это все настолько жестоко пресекалось и люди боялись. А когда человек боится, он многого не делает. На данный момент нам нужен такой человек, нам нужен такой человек, как Сталин. Меня это, конечно, очень настораживает. Учитель истории Елена Шпаковская убеждена, свои мысли старшеклассники берут не из учебников. Там о Сталине пишут непредвзято про индустриализацию и войну, чистки и гулаг. Там написано очень холодно. Уничтожили совершенно по этому поводу. Уничтожили традиционную культуру. В значительной степени веру. Разрушали церкви. И я, что вы, как он тезис школьника о том, что, наверное, может быть, это и хорошо взять Сталина и немного демократии. Это говорит ребенок из обеспеченной силы. Это означает, что просто у ребят, слава богу, хаос в головах. И слава богу, что сейчас нет старинизма. То есть демократии Сталин не выбрал, он бы выбрал. Да, старинизма сейчас нет, потому что если бы они поговорили в сталинские времена, то все, и они, и их родители сели бы, как известно, мы знаем, сколько школьников арестовывали. За четверть. Андрей. Александр Андреевич, Сталин пока не пришел, можно я тоже выскажусь? Будет подоставлено слово. Один вопрос, можно? То, что сказал Караганов, мне кажется, это очень важно. И то, что я услышал от детей. Может быть, вот этот Сталин в голове, это ответ, в общем-то, уже юношей и девушек, на то, что они видят вокруг. Это коррупция, это социальное неравенство, это такая обстановка в стране, когда они говорят, да, ребят, но... Это бесспорно так. Это бесспорно так. И поэтому сейчас, когда эти молодые люди говорят о том, что хорош был бы Сталин, они оперируют не к реальному Сталину, а к некому образу. Образу сильного государства, образу государственника, который защищает свою страну, который жестоко карает инфрационеров. Вам, раз, такой образ не нравится? Такой образ, такой образ существовал в нашей стране постоянно. Напомню, таким образом был Иван Грозный. Таким образом... Очень четко. Учитель коротко характеризует своих учеников. Подростки из благополучных, обеспеченных семей выросли уже в современной России. Тем удивительнее для нее, почему большинство идеализирует отца народов и готовы многое ему простить. Весь народ верил в своему правительству, вождю. И это помогло создать Сталину единственное общество, гражданское общество, которое, к сожалению, сейчас не существует. Если взять Сталина и приварить к нему демократию, это получится довольно хорошее. 16 против 4 детей, 16 за Сталина. Александр Андреевич, Дети живут с идеей великой красной сверхдержавы в голове до сих пор. Вам это нравится? Вы знаете, я думаю, что вот господа либералы серьезно занялись за десталинизацией примерно с 1985 года Горбачевского. Тогда в результате этой десталинизации они разрушили великую красную сталинскую державу, выкинув 30 миллионов русских за пределы сегодняшней России. Потом они десталинизировали Россию так, что мы лишились великой сталинской техносферы. Последние электростанции советские взрываются у нас на глазах. Они десталинизировали и уничтожили великую советскую науку, великую советскую индустрию, по существу и советскую культуру в том числе. Они довели... Они либералы, которые занимаются сейчас десталинизацией, они сейчас десталинизируют остатки русского населения, которое уменьшается со скоростью 1 миллиона в год. Но парадокс в том, что чем меньше остается на земле русских в результате реформ десталинизации, тем больше среди них возникает сталинистов. Мне кажется, что последними сталинистами будут те, кто будут под вашими реформами кричать «Да здравствует товарищ Сталин! Мы уходим в...»